Урок этот крайне важный и позволит вам внести ясность там, где ее не было раньше. Вы словно сейчас зажигаете свечу, чтобы озарить этим светом тьму и заметить, какие предметы там находятся. Потому что когда света там нет и темнота, то вы не увидите этих предметов, даже если вы будете на них смотреть. Вы можете на ощупь пытаться до них коснуться, но зачем игнорировать такое преимущество, как зажечь свечу или включить свет? В этом и заключается значение любого знания. В том, что человек во внешнем мире видит только то, что есть у него во внутреннем. Я могу слышать то, когда что-то слушаю, что есть во мне. Я могу видеть то, когда на что-то смотрю, что есть во мне. Правда? Наверняка даже исключений у этого правила нет. Хотя если постараться, можно найти. Попробуйте. И еще знаете, человек во многом слышит только то, что сказал сам. И поэтому здесь новые идеи слабее старых привычек. Я вас приглашаю не только ознакомиться с этим знанием на уровне ваших идей. Мол, ну интересно и заманчиво, ладно, я что-то понял. Нет. Ты понимаешь только то, что ты делаешь. То есть о системе упражнений для самостоятельной работы здесь также будет идти речь. Ну что, с вами Альберт Сафин. Я настаиваю, что не все, о чем здесь будет идти речь, будет с вами созвучным и для вас полезным. Но если хотя бы одну идею вы извлечете, вы не будете прежними никогда. Человек это процесс, правда? Да вы в любом случае прежними не будете. Вы меняетесь постоянно. Даже камни текут. Такая художественная нота в начале. Но как же себе ее запретить? И не надо. Позволяем себе роскошь. Итак, значит, мысль, от которой я приглашаю здесь вас отталкиваться. Я ее сформулировал вот так. Благодаря многократным и многослойным своим наблюдениям, неиспользуемое атрофируется. Атрофия здесь в данном случае, я решил взять это слово, его определение словаря. Это приобретенный процесс, при котором происходит усыхание тканей и органов. Итак, неиспользуемое атрофируется. И, может быть, это абсолютно понятно. Вы наверняка и раньше это знали. Что если вы, например, не используете ваши грудные мышцы, то это лишь вопрос времени, что они превратятся в тряпку. Конечно, здесь грудные мышцы и тряпка – это метафора в первую очередь. То есть, если вы чем-то не пользуетесь, то эта способность атрофируется. Знаете, я, глядываясь назад, вспоминаю такой эпизод. Когда, выполняя домашние задания по математике, будучи школьником, еще до появления алгебры и геометрии, где-то в классах пятых или шестых, когда сложение вычитания я попробовал сделать не вручную самостоятельно, а воспользовавшись калькулятором. И я заметил, как хотя бы после некоторых таких вычислений, после работы с калькулятором, мои мозги просто отказывались от высчитывания и выполнения домашнего задания в уме, то есть, получается, используя калькулятор, я атрофирую свою способность считать в уме. Это я предпосылку понимания этих смыслов с вами делюсь. Я помню, заметил такой важный момент, что вы наверняка, может, тоже знаете, тоже это из-за школьных времен, что есть такие книги «Готовые домашние задания». И у меня такая была, в общем, когда я попробовал списывать домашние задания из этой книги «ГДЗ. Готовые домашние задания», и потом замечал, насколько после этого мне лень и сложно делать это, не списывая. То есть, словно есть работающая самостоятельная функция в моем организме, понял я тогда, которая живет своей жизнью абсолютно. И если я буду регулярно считать в калькуляторе и списывать готовые домашние задания, например, то я таким образом ампутирую, атрофирую свою способность выполнять эти задачи самостоятельно и считать в уме. И после этого я нашел в себе силы отказаться от вычислений на калькуляторе, тогда еще будучи школьником, и переписываний с готовых домашних заданий. И тогда я понял, что, а если человек всю свою жизнь, все, что делает, это злится, обижается, тревожится, то тогда он тренирует способность свою, свой навык злиться, обижаться и тревожиться, и атрофирует способность свою радоваться, наслаждаться, заботиться о себе. И наблюдения мои за людьми вокруг меня дают этому подтверждение. И наверняка вы сейчас сами заметили, что если человек регулярно подчиняет свою жизнь необходимости, давайте это в качестве примера, вот завидовать, то он тренирует свою способность завидовать, ему это делать все легче и легче. И в то же время атрофируется у него способность чувствовать радость за победы других и поддерживать других. Вот это я сейчас поделился с вами предпосылками этого знания, которым рад с вами поделиться. И наверняка сейчас, увидев этот текст на экране, вы думаете, да, это так и есть, я это всегда знал и так. Дело в том, что Альберт лишь это превратил сейчас в этот текст и структурировал. Да. Так я кроме того хочу вам сказать, что вы можете понять то, только что вы уже знаете. То есть только то знание, которое уже есть в вас внутри, вы можете извлечь снаружи. Если у тебя посох есть, я тебе его дам, а если нет, то заберу. По-моему, это для меня тоже об этом. Ну так вот, ладно, разлютовались мы в самом начале, правда? Неиспользуемое атрофируется, и кроме того, это-то понятно, но и далее, и убивает желание этим пользоваться. То есть если у человека его грудные мышцы представляют из себя тряпку, то он даже и не захочет так создавать свою жизнь, чтобы была возможность ими пользоваться, вот так поигрывая. Ну это шутка, конечно. То есть если у человека атрофирована способность радоваться, то у него даже желания радоваться не будет. Он будет избегать возможности эту эмоцию испытывать. А я эмоции рассматриваю как навык, как способность. То есть будучи атрофированной у человека эмоция, например, доверие или умиротворенность, допустим, потому что он ее не практикует, она требует от него неосознаваемым для него образом, вернее отсутствие этой эмоции, требует от него неосознаваемым для него образом создавать жизнь таким образом, чтобы этим и не пользоваться вовсе. У него даже желание не будет этим пользоваться. Вот это очень важный момент. Он настолько очевиден и кажется, из таких понятных слов он соткан, но с другой стороны, надо же, вот оно что. Неиспользуемое атрофируется и убивает желание этим пользоваться. И коварство в том, что человек это не осознает вовсе. То есть его разум обслуживает эти оттренированные им программы. Хотя здесь, видите, я снова заложник языка, потому что это оттренированные им программы, либо это программы, которые тренируют себя им. Когда человек говорит, что я что-то решаю, это он что-то решает, это им решается в оккупности его условных рефлексов. Где здесь человек? Неиспользуемое заставляет поддерживать жизнь таким образом, чтобы даже и мысли не возникло этим пользоваться. То есть, вот видите вы здесь перечень эмоций, такой базовый, который делится на две категории, отрицательные и положительные. Хотя называть эмоции отрицательными или положительными не совсем корректно, потому что эмоции являются видосохраняющими функциями, которые, будучи индикатором, показывают, на что человеку следует обратить внимание. Одно дело, когда эмоция становится всей жизнью, заставляя человека подчинить все свое время ее обслуживанию, здесь уже как бы это вызывает некоторые сложности. Но вот, например, гнев это нормально, если кто-то наступил мне на ногу. и моя задача это уберите ногу свою с моей, Понятно? То есть, этот гнев показывает мне, что кто-то рискует нанести мне вред, и моя задача это в реальном времени прислушаться к этому гневу, который оттачивался миллионами и миллионами лет. То есть, эмоции здесь отрицательные и положительные, это лишь условное деление. Так, знаете, чтобы попонятней было. Но их не бывает. Они все нужны. Они все нужны, когда вы понимаете, что это не то, чему следует подчинять всю свою жизнь, а это временный индикатор, который имеет коммуникативную функцию. О чем-то мне говорит. Угу. Ну вот, например, возьмем, если эмоцию одиночества, которая может быть здесь в списке отрицательных, правда? Она говорит о том, что в моей жизни нет значимых взаимоотношений с другими людьми, которые крайне важны, особенно с точки зрения видосохранения. Ведь один человек, как и один шимпанзе, это не шимпанзе, и один человек, не человек. Будучи изолированным от группы, он обречен на смерть. Это только буквально мгновение на длительном пути нашего с вами развития. У человека, будучи одного, есть возможность воспользоваться доставкой на дом. Но это произошло буквально меньше мгновения назад. Ну так вот, и это одиночество показывает, что ты думаешь насчет того, чтобы обзавестись значимыми взаимоотношениями с другими людьми. Или вот обида. Это тоже индикатор, который может сказать, так, видимо, ко мне отнеслись сейчас несправедливо. товарищам рядом с таким же весом и ростом дали по 100 грамм, гречки, например, а мне 60. И это нормально, что у меня родится внутренняя обида. Это инструментальную, коммуникативную функцию она имеет. И моя задача это работать над тем, чтобы восстановить эту некоторую справедливость по отношению ко мне. Это становится проблемой, когда человек всю свою жизнь подчиняет необходимости переливать из пустого в порожнее едок этой обиды. Но когда она выполняет какую-то красноречивую функцию и о чем-то говорит, это индикатор. Ладно, это я немного в сторону отошел, но это важный момент, что здесь это условное деление отрицательное и положительное. То есть нет такого, что даже когда мне наступает на ногу, мне нельзя испытывать гнев. Даже когда у меня что-то отобрали, огорчаться, нет необходимости. Да, вы живые люди, это нормально абсолютно, все эти эмоции нужны. Но задача к ним прислушиваться и думать о том, какую функцию они выполняют и о чем вам говорит ваше мудрое, бессознательное, которое оттачивалось еще раз миллионами лет, ваше тело гораздо мудрее ваших мыслей о себе. Мысли человека о себе, о других и о мире это лишь тонкая пленка некоторой надстройки, код и содержание которой определяется текущим положением вещей. Правда? Ну так вот, что важно здесь учитывать? То есть, это я очень важно, я прокомментировал касательно эмоций здесь, это можно выучить на зубок, запомнить навсегда. И мы возвращаемся в тему нашей волшебной фразы, которую вы можете смело, я не буду против. Если захотите, пожалуйста, выгравировать ее на внутренней стенке вашего нежного черепа. И так, неиспользуемое атрофируется, и кроме того, уничтожает желание этим пользоваться. Это величайшая обманка, это величайшая загадка, это величайшее, что в каких бы человек условиях ни пребывал, он всегда найдет себе объяснение, что именно так и должно быть. Что вот человек, который является заложником, регулярно испытывая сожаление, страдание, даже когда у него будет в руках ключ от коробки с счастьем, он выберет этот ключ не увидеть, когда на него смотрит, и выбросить его в рядом ближайшее озеро. Поэтому это важный момент. Не просто знать, а прилагать усилия, чтобы помнить, в то время, как организм вызывает необходимость забывать, засыпая. Словно внутри вас есть бешеный конь, который мчится. Это внутреннее животное мчится, с зубов которого стекает кровь. И иногда на кончике волоса есть нечто такое, что говорит, сделай глубокий вдох и выдох. Что ты сейчас создаешь и куда идет твое время, которое ты строишь? Итак, и вот о тренировке этого человеческого на кончике волоса идет сейчас речь. И нужно прикладывать усилия, чтобы об этом помнить, потому что по умолчанию это забывается. А если вы еще голодные, уставшие, не выспавшись находитесь, то это не просто забудется человеческое нечто с некоторой вероятностью. это произойдет со стопроцентной вероятностью. Ну ладно. Итак, неиспользуемое атрофируется и убивает желание этим пользоваться. Это важный момент. Об этом был красноречивый рассказ выше. И кроме того, неиспользуемое заставляет поддерживать жизнь таким образом, чтобы даже и мысли не возникло этим пользоваться. То есть, если человек не использует в жизни и не практикует спокойствие, у него уничтожается желание это спокойствие испытывать. Один и два. Отсутствие этого спокойствия будет заставлять его организовывать жизнь таким образом, чтобы и мысли даже не было это спокойствие в жизнь привнести. Место пустым не будет, форма не терпит вакуума. Она в любом случае будет наполнена. Если вы не прилагаете усилия, чтобы жить, то тогда освободившееся пространство будет вам прилагать усилия, чтобы не жить. Получается. Если человек не прикладывает усилия, чтобы испытывать радость, то освободившееся пространство в нем, как пустой контейнер, не терпящий вакуум, будет заполняться необходимостью испытывать страдания. И еще раз, эта история с радостью, страданием, это лишь коробки с этикетками, это лишь слова, которые я использую здесь для педагогических задач. Палитра проживаемых состояний может быть гораздо более разнообразной. Сейчас я вспоминаю базары в пользу бедных. Знаете, базар в пользу бедных – это выражение, которое придумал не я, но значение у меня у этого выражения свое. Базары в пользу бедных – это втирать такую дичь в уши с людям, которую они хотят слышать. И вот такие типизации, которыми кишат интернеты, да что угодно. Вы понимаете, мужчина любит, когда женщина, а женщина любит, когда мужчина. Мужчинам не нравится, когда женщина, ну, женщинам не нравится, когда мужчина. Как правило, при смыкающемся в теплокровных телах, мыслящим, в лучшем случае, в двубитной системе, это про меня. Женщина, мужчина, мужчина, женщина. Если у нас палитра эмоций настолько разнообразна, что может в своем многообразии заставить человека потеряться в этих градиентах, то типизация в рамках такой, она запрещенный прием. Двигаемся дальше. Итак, неиспользуемое заставляет поддерживать жизнь таким образом, чтобы даже и мысль не возникла этим пользоваться. Используемое, наоборот, тренируется и заставляет этим пользоваться и вызывает необходимость и желание поддерживать жизнь таким образом, чтобы этим пользоваться. То есть, это тот же самый смысл, просто иначе мы его раскрываем, используя слова языка. Когда человек, испытывающий зависть, он тренирует свою способность зависть испытывать, совершенствует ее в себе, и неосознаваемым для себя образом начинает испытывать и обслуживать необходимость, чувствуя соответствующее желание, чтобы поддерживать жизнь свою таким образом, чтобы этим пользоваться. когда я вышесказал, это грубейшая типизация, типа, мужчине нравится, когда женщина делает вот так, а женщина любит, когда мужчина вот так. Я имею в виду, когда это все укатано, словно в психологический дискурс, и советом, как стать счастливым. Я это имею в виду в первую очередь. у меня тоже бывает рождается такая волна негодования, когда я замечаю, какой еще информационный шум с этой точки зрения дает о себе знать. Но потом вспоминаю, это словно как эволюция отдельно взятого человека. Сначала он видит только черное и белое, а потом начинает замечать, какие оттенки в этом есть, и что с этим делать. И потом даже начинает замечать, что эти цвета они в нем в первую очередь, а не в тама. Итак, тот же самый смысл написан здесь, который я сейчас выделил. Давайте проверим. И вы видите его на экране. Вот так, отлично. Что используемое тренируется и заставляет этим пользоваться и вызывает необходимости и желания поддерживать жизнь таким образом, чтобы этим пользоваться. Это можно убрать отсюда. Я это выше прокомментировал. То есть человек, испытывающий сожаления, он тренирует свою способность сожаления испытывать, и рождается у него необходимость и даже желание, которое обслуживает эту необходимость, поддерживать жизнь таким образом, чтобы создавать события, чтобы иметь возможность сожаления испытывать вновь. Отсюда это выражение, которое, может быть, вы слышали из моих уст многократно. Сожаление обрекает на повторение. И вместо сожаления я сейчас вставлю это сожаление в фигурные скобки, то есть макрос, вы можете вместо этого сожаления здесь вставить абсолютно любое слово. То есть человек, испытывающий эмоцию, ее тренирует, испытывает ее все легче и легче, и становится зависимым от необходимости испытывать ее снова и снова. И в дальнейшем формирует такие события, чтобы иметь возможность ее проживать опять. И поэтому главный вопрос здесь заключается в том, что в случае негативных эмоций, негативных я поставлю в кавычки, как индикатором чего они являются. Что я выбираю делать? Какой шаг я выбираю выполнить в ближайшее время? Например, если человек испытал обиду в результате некоторого несправедливого отношения к себе, когда ему, в отличие от других, дали не 100 грамм гречки, а 84, у него нет задачи это, да ладно, все в порядке, словно всегда всю жизнь испытывать обиду, а сделать это известным, так, насколько я понимаю, Антонине и Петру дали 100 грамм гречки, а мне 84, действительно так должно быть, это не совсем со мной созвучно, хотя бы сделать это известным, а не загватывать, прогватывая, знаете, заставляя себя потом использовать это как повод для страданий. В случае негативных эмоций индикатором чего они являются, что я выбираю делать, какой шаг я выбираю выполнить в ближайшее время и сделав шаг, дать себе подтверждение. Отлично. Отлично. Дать себе подтверждение. В противном случае есть риск застрять в них, когда эта эмоция может рискует стать хронической, требуя необходимость формировать жизнь так, чтобы ее обслуживать. Задача заключается в том, что нет плохих или хороших. Здесь задача вот этого левого ряда коммуникативная, индикатором чего они являются, а по умолчанию справа это тренировать свою способность, создавать условия и фиксировать внимание на том, что даст вам возможность проживать позитивные эмоции. Я записав этот урок, почувствую удовлетворение. Записывая его, я пребываю в спокойствии и в безмятежности. Иногда могу лютануть, иногда могу даже подсветить пространство краснотой на щеках. И в то же время я в доверии к используемым программам, которые задействованы в техническом процессе наилучшим образом. Иногда даже чувствуя восторг от сделанного дела. И удовольствие, и радость от того, как это получается. То есть положительные эмоции здесь сами себя рождать не будут. Они по умолчанию требуют необходимость хотя бы маленькие усилия прикладывать, чтобы их проживать. То есть и с той же стороны они требуют некоторых и когнитивных, умственных, интеллектуальных способностей, чтобы хотя бы об этом помнить. О чем это для вас? Из многообразия смыслов, сказанных выше, не обязательно все будет с вами созвучным и полезным. Может быть ничего, но какие-то идеи, если у вас рождались, это уже прекрасно. Вы наверняка, оглядываясь назад, можете заметить, что человек, испытывающий ревность, например, и привыкший к ней, он, даже если поводов для этого не будет, начнет ревновать. Ты что, вот веб-камера сейчас на меня так смотришь? У тебя объектив в другую сторону посмотрел? Я же с тобой сейчас урок записываю. Человек, который является зависимым, например, от... Давайте я вниже прокручу, чтобы вы увидели этот список здесь, от, например, неуверенности, которая у него оттренирована, потому что, может быть, с детства его зачмыривали настолько, что быть неуверенным, испытывающим эту эмоцию, это единственное, благодаря чему его не так сильно били, нежели если бы он улыбался. Это все как тоже метафоры, художественные обороты, я приглашаю вас использовать. Но вы можете сказать, а где мне взять... А, кстати, здесь нету такого, что сожаление и противоположное ей счастье. Нет, это абсолютно самостоятельные, независящие друг от друга вертикальные списки. Но вы можете сказать такой важный момент, ну, Алиберт, ты, конечно, умничаешь тут. Спасибо за комплименты. Вы можете сказать важный, важный момент. Готовы? Эта метафора может поменять вашу жизнь на до и после. Но где мне взять эту радость, если в основном всю жизнь я испытывал стыд? Представьте такую метафору. Ну, во-первых, у меня нет задачи вас тут спасать. Все-таки это ваша жизнь и ваша ответственность. И я хочу пригласить вас ознакомиться со следующей метафорой. Готовы? Точно? Уверены? Поехали. Представьте остывающий и почти затушенный костер. И представьте, что в этом костре есть маленький-маленький уголек, в котором еще теплится надежда быть снова зажженным. А тепло этого костра для вас важно, чтобы согреться. Представили? И вот если в человеке есть ярко пылающие дрова в виде вот этих оттренированных до автоматизма негативных эмоций, то если человек живой, а мы смеем предположить, что человек, изучающий этот урок, он живой, то у него в отношении позитивных вот этих положительных в списке эмоций как минимум есть угольки. И они еще не потухли. И вы фокусом вашего внимания подходите к этому угольку аккуратненько окружаете его теплом ваших ладоней, чтобы его обезопасить от капель дождя. И начинаете аккуратненько на него дуть. Да, рядом горят полена обиды, сожалений, порицаний и зависти. А не горят эти полена ярким пламенем аж искрят, аж шумят, аж трещат. Пусть. Но ваше внимание на маленьком угольке умиротворенности, безмятежности, может быть, гармонии. Что это за уголек? Вы его укрыв от капающих сверху капель, начинаете на него тихонько дуть, разжигая его, и фокус вашего внимания на нем. И вы начинаете замечать, как он краснеет, вы видите огонь, и вы уже подкладываете дровишки к этому угольку. Ну, может быть, не сразу дровишки, может быть, сначала вы бумаженнику к нему подложите, потом немножко сена какого-то, потом маленьких веточек сухих, потом уже дров сухих, а потом, когда костер уже этой эмоции настолько ярко горит, то вы можете не опасаться, что даже под дождем он будет продолжать гореть, и даже если временно, настолько мощное плотное пламя, даже если временно присвонить к нему мокрая полена, оно согреется, высохнет, и тоже начнет гореть, потому что твое внимание это единственное, что у тебя есть, а о чем это для вас? Как вы смотрите на то, что вы тот, кто способен управлять вашим вниманием, хотя бы потому, что вы об этом знаете, что значит для вас тренировать эту способность с вами Альберт Сафин до скорых встреч мои дорогие пока